всем привет это скринкасты меня зовут володин сергей я работаю в почте mail.ru и мы начинаем цикл роликов про практическое применение дизайн-системы на фронт-энде давайте начнем и перед тем как начать писать код хочется вообще немножко рассказать что такое дизайн-система дизайн-система это набор дизайнерских решений самых разных типографика работ с текстом отступы цвета анимации и так далее но нас как программистов прежде всего интересует что это вообще физически как эти дизайнерские решения можно закодить за это отвечает такая сущность как дизайн токены то есть дизайн токены это набор переменных визуального языка как раз те самые переменные с семейством шрифтов отступами и так далее которые собственно написаны на каком-то языке программирования и уже используется в коде чтобы продемонстрировать как это все работает и как с этим быть я подготовил небольшое приложение поскольку я не могу к сожалению показать вам production код из почты но я сделал на абсолютно тех же самых технологиях небольшой каркас приложения что на себя представляет это обычный react проект в котором есть папочка компонент с которая представляет из себя набор я кит компонентов которые обычно есть в проекте то есть эта кнопка это чекбокс input текст панелька и так далее и также есть контейнер то собственно наше приложение которое собирает все эти компоненты вместе и собственно реализует собой то самое приложение давайте запустим для того чтобы вести локальную разработку мы обычно используем такой инструмент как стрибук что это такое по сути это библиотека которая позволяет очень удобно организовывать локальную разработку любого фронт-энд проекта то есть мы с вами вот здесь видим все наши компоненты то есть вот кнопка чекбокс input панелька и так далее все приложение целиком мы можем прям из стрибука менять какие-то свойства компоненты чтобы получать ту или иную верстку вот тоже самое с чекбоксом можем смотреть как она выглядит на совершенно различных данных и вот собственно наше приложение которое является собой просто формой создания новой папки например в почте mail.ru тут можно ввести название папки поменять какие-то свойства и нажать добавить отменить вот и стрибук нам покажет что у нас вызывают какие-то экшены с состоянием этой самой формы давайте ближе посмотрим по коду как-то устроены что тут у нас есть как я уже сказал это react проект то есть используем библиотеку react для клиентского рендеринга сами компоненты написаны на языке typescript то есть статическая типизация и в принципе все все что нужно знать вот но поскольку мы говорим про дизайн-систему и про то как ее интегрировать в наше приложение то нас интересуют файлы со стилями конечно же вот давайте на них посмотрим я для тестового приложения использую обычный нативный css файл то есть это на самом деле это может мог быть любой процессор css sas less stylus что вам угодно это мог быть подход подход css ngs но я для наглядности использую самый обычный css в компоненты css попадает в виде с помощью подхода css modulus и эти классы попадают в компонент давайте начинать интегрировать в это приложение дизайн-систему что для этого нужно сделать чтобы начать интегрировать туда дизайн-систему надо немножко разобраться вообще что такое дизайн-система и как работать с этими с этим дизайн токенами в вебе за дизайн токены в mail.ru в дизайн-системе парадигм отвечает такая библиотека которая у нас называется парадигм токенс работа с этой библиотекой очень простая нам нужно просто установить npm зависимость и дальше из этой библиотеки заимпортить файл со стилями и использовать переменные дизайн-системе прям в проекте также помимо собственно непосредственно работы со стилями это библиотека предоставляет разные объекты интерфейсы для того чтобы работать с темой из джаваскрипта и еще ряд полезных инструментов но давайте посмотрим поближе на практике откроем папочку темис перейдем в файл бейс и увидим тут такой вот объектик темы в котором собственно определяются переменные шрифта тонирующие значения границы анимации цвета падинги и так далее то есть в принципе как раз все те самые сущности дизайн-системы вот что тут нужно пояснить основной вообще идеей концепции именно дизайн токенов парадигм является типизация то есть у нас есть описание темы вот фэмбэйс дискрипшн то есть тип по сути который декларирует визуальный язык то есть говорить что в теме дизайн-системы должна быть переменка такая-то со шрифтом такой-то отступ такое-то скругление у кнопок и так далее то есть что эти все значения нужно указать но не говорит о том чему они именно должны быть равны то есть она просто декларирует язык а уже то как мы будем говорить на языке за это отвечает инстансы дизайн-системы или вот те самые объекты которые удовлетворяют этому интерфейсу вот у нас их довольно много вот мы видим у нас есть бейс календарь октавиус это почтовая тема ответы mail.ru все аптеки и так далее то есть довольно много проектов mail.ru используют эту дизайн-система давайте возьмем мы запустим сборку дизайн-системы и посмотрим что генерируется на основе описания этих инстансов run build вот она запускается через node.js typescript он берет все эти собственно описание описание дизайн-системы и или инстансы и как-то их процессит и в итоге получает в папочке dist следующую структурку у каждого инстанса дизайн-системы видим следующий набор файликов вот ну давайте перейдем в какой-нибудь например sss мы видим что у нас тут в синтаксисе языка sss объявляются все те самые переменные которые отвечают с дизайн-системы также то же самое происходит со стайлусом с поссесом у нас есть typescript объект и даже json например чтобы отправить эту дизайн-систему на другие платформы например на мобилку отлично то есть как то так это выглядит то есть у нас есть описание темы она собирается в инстанс дизайн-системы в разные совершенно различные форматы и уже проект который использует эту дизайн-систему выбирает в каком формате ему наиболее удобно будет с этим работать собственно давайте вернемся в наш проект и попробуем синтегрировать с этой дизайн-системы установим пакет продик токенс наши дизайн-токены npm install возьмем их по тегу screencast так подождем пока установится наш пакет так давайте посмотрим этот модуль убедимся что пакет установился что там есть все ожидаемые значения то есть да вот мы видим токены в нем их в них есть темы в них есть самые разные файлы со стилями и так далее которые мы сейчас начнем использовать отлично давайте запустим наш трибук нет давайте перед тем как запустим сделаем одну небольшую вещь трибуки можно в специальном файле в preview head указать в общем то часть html которая будет подгружена в тег head во время запуска стрибука когда мы будем переключаться между stories и давайте тогда вот здесь подключим файл со стилями real style shit href как раз самую дизайн-систему нашу мы будем пользоваться базовой темой поскольку у нас нативный css мы не используем никакие процессоры то мы будем выражать эту дизайн-систему в виде нативных css переменных поэтому нам в папочку css wars объявление и индекс css теперь запустим стрибу так хорошо давайте убедимся что наши переменные загружаются на страницу обновим страницу видим что да у нас грузится файл со стилями в котором большое количество нативных css переменных супер собственно давайте что мы сейчас будем делать мы сейчас возьмем и наше вот это приложение самые разные компонентики переведем на использование токенов из парадигма собственно что нам нужно нам нужно идти файл со стилями начнем с кнопочки тут важный нюанс что в этом ролике я буду говорить только про типографию переменные отступы высоту и так далее то есть мы не затронем цвета цвета будут дальше там с ними отдельный разговор давайте начнем значит как мы будем переводить наше приложение на деле все очень просто мы видим любой хардкод css и его заменяем на переменную из дизайн-системы то есть ну опять-таки исключает цвета пока что окей видим высоту то есть давайте сначала сделаем storybook и кнопочку побольше чтобы наблюдать как она изменяется удалили высоту видим что кнопка сломалась отлично теперь давайте возьмем переменную в дизайн-системе парадигм за высоту контролов отвечает специально переменная сайт control-height причем она отвечает не только за 100 кнопки конечно же это семантика которая говорит о том что все контролы должны быть одинаковой высоты input и кнопки любые другие отлично идем дальше что видим следующий хардкод 16 пикселей непонятно что это за 16 пикселей вот давайте во первых сломаем отлично кнопка выглядит не очень теперь давайте возьмем переменную дизайн-системы значит что нас интересует в дизайн-системе есть специальная переменка которая называется парадигм padding control bottom отлично кнопка вернул свое состояние собственно итак по этой схеме продолжаем значит видим что у нас есть стандартный фонс фон сайс берем переменную фонсайс вот отлично дальше ломаем шрифт так хорошо теперь берем переменную парадигм фонд фэмили хорошо так дальше видим что у нас есть бордо радиус удаляем его видим что кнопка стала прямоугольной и теперь давайте напишем возьмем переменную переменная это у нас сайс бордо радиус опс радиус отлично да видим что она подставилась вот дальше остались цвета все кнопку мы перевели на дизайн-систему хорошо пойдемте дальше и по аналогии чекбокс переключаемся на чекбокс и повторяем все те же самые действия давайте начнем с класса бокс так давайте поставим чтобы красивше было бордо отдельно значит за границы у контролов выступает тоже специальная переменная в дизайн-системе парадигм сайс бордер width идем дальше значит за размер чекбокса он тоже может варьироваться в зависимости от проекта в зависимости от нужды юая поэтому также выделяется на в отдельную переменную парадигм сайс контрол чек width с высотой все абсолютно то же самое меняем на высоту так значит бордо радиус можно скопировать у кнопки line-height нам встретился впервые отлично давайте тогда его также напишем есть специальная переменная line-height окей вот в принципе в принципе мы все основные хардкоды убрали но у нас есть ряд вещей которые не описаны дизайн-системы например мы хотим там ждать чтобы при сжатии лейбла чекбокс ну у него был какой-то минвитх но у нас нет специальной семантики на этот случай мы не считаем что это важная часть дизайн-системы но опять-таки важно понимать хотим ли мы оставить этот хардкод или не хотим на самом деле правильный ответ заключается в том что не хотим и правильно будет перейти на использование относительной единицы измерения из дизайн-системы то есть возьмем и у нас есть базовый токен расстояние вот в базовой теме он равен четырем пикселям и все остальные расстояния паддинги марджины и так далее они выражены в этом базовом токена в базовом токене зачем это нужно если мы захотим делать редизайн и захотим больше пространства в нашем интерфейсе в нашем формах и все такое единственное что нам нужно будет сделать изменить просто размер базового токена например с 4 перейти до 5 соответственно отступы которые там раньше были 8 станут пропорционально вырастут до 10 пикселей и так далее то есть нашем интерфейсе появится больше пространства соответственно отлично давайте мы их заменим и здесь то же самое сделаем хорошо так checkbox перевели по аналогии с кнопкой я также перевел быстренько перевел все остальные компоненты на использование токенов дизайн-системы вот мы видим font family font weight line height border и border радиусы транзиции вот очень важный момент что анимация тоже является частью дизайн-системы токенов панелька текст то есть все все переменные связанные с типографикой с отступами и другими возможными хардкодными значениями в компонентах я быстренько перевел на дизайн-система собственно что мы сейчас делали на самом деле мы сейчас взяли и перевели все наши примитивные компоненты которые у нас есть приложение на дизайн-систем в целом кажется что не очень понятно выгода от этого потому что у нас есть компоненты если нам нужно сделать редизайн мы просто меняем стили компонентов зачем нам важно чтобы они использовали какие-то там дизайн-токены и так далее на самом деле фишка заключается в том что дизайн-токены не является сущностью только я китов и только компонентов которые из которые как кирпичики образовывает наш интерфейс мы точно также в приложениях также можем пользоваться этими токенами и собственно в данном случае нам важно любую верстку в наших проектах выражать в каких-то семантических решениях смотрите вот например у нас есть форма и между элементами формы есть как отступы вот соответственно дизайн-системе за это также отвечает специальная переменная парадигм марджин форм филд вертикал вертикальный отступ между кнопками ой между элементами формы и также вот у нас есть кнопки между ними есть какой-то отступ он также выражается в виде переменных парадигм марджин control отлично мы значит что сделали мы перевели наше приложение полностью на дизайн-систему она визуально никак не изменилась но дизайн-система из коробки предоставляет нам еще ряд полезных штук которые можно также использовать например когда мы перешли на токены дизайн-системы можем заметить что они на самом деле адаптивные то есть что это значит сейчас давайте-ка я аддоны отправлю вправо сделаю пошире и начну ресайзить окно браузера в какой-то момент моя кнопка станет намного больше почему дизайн-система посчитала что при таком при такой узкой ширине мы перешли в мобильный breakpoint соответственно кликабельные элементы должны стать больше потому что в них нужно теперь попадать пальцем а не мышкой давайте посмотрим наше приложение все в целом мы видим что расширился input текст стал пожирнее поменьше и так далее то есть еще раз давайте десктопный режим мобильный вид то есть когда мы перешли в нашем приложении на дизайн-систему у нас из коробки появилась адаптивность и работа с ней и это очень удобно плюс дизайн-система предоставляет и токены предоставляют различные возможности управлять этой адаптивностью например мы почему-то решаем что одна наша кнопка должна быть всегда в тачевом виде мы можем навесить на нее класс специальный paradigm force touch и увидеть что она автоматически превратилась в мобильный вид и точно также можем форсировано включить автоматическое определение и любой другой breakpoint адаптивности собственно на этом у меня сегодня все мы сегодня с вами рассмотрели небольшой проект приложения и внедрили в него дизайн-систему поработали с адаптивностью в этой дизайн-системе и в дальнейшем видео мы попробуем с вами в этом приложении сделать редизайн смотрите скринкасты подписывайтесь на канал всем пока